Всем привет! 14 апреля 2023 года компания Synology выпустила обновление для DSM 7.1.1 Update 5. Это страница на английском языке с переводом. Итак, у кого-то оно уже пришло, у кого-то нет. Я сразу установил, протестил. Все работает прекрасно, все работает хорошо. Но хотел бы поговорить про это, конкретно это обновление. Первое, что они добавили, они добавили библиотеку, обновили библиотеку OpenSSL до версии 1.1.1.t какую-то. Не знаю, что это значит, не важно. Самое главное, что это устраняет кучу всяких проблем с безопасностью. Поэтому обновляться нужно, особенно если у вас Synology торчит в интернете. Это прям вообще то, что доктор прописал, потому что безопасность это очень важная штука. В следующем этапе давайте поговорим про исправление. Первое, что тут написано, исправим проблемы, из-за которых пользователи могли получить доступ к DSM из-за службы Bonjour. Не знаю, что из-за службы, у меня такой проблемы не было. Вообще не было и никогда не сталкивался. Второе, исправим проблема стабильности соединения QuickConnect. А вот эту проблему сталкивался не только я, но и многие пользователи, особенно проживающие в России, и кто сидел в основном на мегафоне. У них вообще почему-то QuickConnect переставал работать, и хоть ты тресни, короче. Берешь, меняешь оператора, хоп, все работает. Опратно возвращаешься на мегафон, какое-то время работает, потом нет. Так вот это обновление исправляет эту проблему. Следующее исправление. Исправим проблемы, из-за которой мобильное приложение Synology оставалось работать, даже когда у пользователя поменял пароль в DSM. Вот с этой проблемой я тоже сталкивался. Я утопил свой телефон, отдал его на ремонт мастеру, и поменял пароль для того, чтобы мастер не смог увидеть ни мои фотографии, ни что-то там такое. Но был очень сильно удивлен, когда мастер вернул мне мой телефон, а там работает и Synology Photos, и Synology Drive. Единственное, что там не работало, не работала, естественно, там всякая синхронизация контактов календаря. И Synology Notes не работал, а все остальное прекрасненько работало. И вот как раз это третье исправление, оно и устраняет эту беду. То есть после смены, если вы что-то поменяете пароль у своего пользователя в DSM, то, соответственно, все приложения Synology перестанут работать, как это и должно быть. Оговорочка по Фрейду. Должны перестать работать, пока вы опять не установите правильный пароль. Исправлена проблема, из-за которой мелиорация пространства не выполнялась по установленному графику. Ну это вообще перевод такой, это реорганизация пространства. Но вот у кого она не выполнялась по графику, вот имейте в виду, что теперь она будет у вас выполняться по графику, если вы обновитесь до этого апдейт пятого. Исправлена проблема с дисплеем, связанным с удовлетворением о несовместимых сетевых картах. Я что-то вообще тут потерялся, что это такое, не знаю даже, у кого-то было, напишите в комментариях, что это такое вообще, что за проблема, я бы такое не встречал. Ну и вот мой DSM, давайте посмотрим, что обновление у меня стоит. Вот оно, вот оно, обновление, вот у меня апдейт пятый установлено, все прекрасно работает, обновляться на него можно. Также, если у вас, допустим, какой-то XP-Nology, я обновлял свои виртуальные XP-Nology, у меня вот был какой-то старый-старый, еще со старым загрузчиком XP-Nology, там какая-то версия даже не первая, а какая-то 0.1 там какая-то, или 0.2 что ли, что-то такое. В общем, это мой самый старый XP-Nology, который я установил виртуальный, да. И он без проблем обновился с апдейт три до апдейт пять. Так что, ну, естественно, что пришлось скачать на этот апдейт, пришлось самому скачать на сайте XP-Nology и загрузить ему вручную. И он без проблем обновился. Также без проблем обновился у меня вот DWA, да, тоже XP-Nology, уже там самый свежий на данный момент ARPL загрузчик. Но он тоже без проблем обновился с апдейт четыре до апдейт пять. Так что обновлять, если у вас загрузчик ARPL, я думаю, XP-Nology обновлять с какого-то апдейта до последнего апдейта можно без проблем. От этого он не сломается. Но, опять же, вы все делаете на свой страх и риск. Если у вас XP-Nology, да, то есть желательно все равно, даже когда у вас официальный XP-Nology, все равно желательно перед каждым обновлением делать какую-то резервную копию каких-то важных данных. А вдруг что-то пойдет не так. Все-таки это всегда даже на любых гаджетах, на любых устройствах, на ПК, или где бы вы ни обновлялись, это всегда сопряжено с каким-то риском. Поэтому всегда делайте резервную копию. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. Обновляйтесь. Все будет хорошо. Желаю удачи. До новых встреч.